Создание фотошоп может показаться цепью совпадений. На самом деле создавать фотошоп никто не собирался. Создавалась совсем другая компьютерная графическая программа. И создавалась эта программа не для работы, а как пример демонстрирующей работу с компьютерной графикой. История создания фотошоп поучительна тем, что люди его создававшие сначала ничего выдающегося создавать не собирались, а получился шедевр. Итак, создание фотошоп давным-давно осенью 1987 года выпускник Мичиганского университета Томас Нолл, работая над защитой диссертации, создал небольшую программу для работы с компьютерной графикой. Это одна из первых графических программ, называлась дисплей. Программа дисплей умела обрабатывать только черно-белые изображения. Так уж получилось, что брат Тома Джон Нолл, Джон Нолл, в то же самое время нуждался в программе для создания компьютерных графических эффектов. Работал Джон в компании, создающей визуальные компьютерные эффекты для Lucasfilm. После успеха «Звездных войн» на компанию обрушилось множество заказов. Чтобы автоматизировать процесс, нужен был фотошоп, а фотошопа не было. Пришлось создать фотошоп. Когда что-то нужно, а этого нет, нужно это создать. Ой, а чем это я? А, о создании фотошопа. Так вот, Джон узнал о работе брата. Том переделал дисплей так, чтобы тот мог работать с цветом. Затем было добавлено понимание разных форматов графических файлов. Появилась возможность присоединять к программе специальные дополнительные модули Plug-Inness. Добавились такие функции, как Liveelos, Color Balance, Hue and Saturation, плавное выделение, инструменты рисования. Программа дисплей получилась настолько хорошей, что братья решили превратить ее в коммерческий продукт. Одно было плохо — название. Самим братьям придумать удачное название так и не удалось. Кто-то предложил назвать новый графический редактор фотошопом. Но кто это был, кто придумал слово «фотошоп» — неизвестно. Вот так начиналась история лучшего растрового редактора. Братья Томас и Джон Ноллэль работали над компьютерной графической программой Display, а создали фотошоп. Джон, обладавший коммерческой жилкой, пытался продать вновь созданную программу фотошоп какой-нибудь крупной компании, но никто ее не хотел покупать, имеется в виду первая версия фотошоп. Наконец покупатель нашелся Барнискин. Фотошоп 0.87 прилагался бесплатно к сканерам. Таким образом, было распространено 200 копий программы Photoshop 0.87. Позднее Джону Ноллу удалось добиться успеха, продемонстрировав программу арт-директору корпорации Adobe Расселу Брауну. Начались переговоры о выкупе у братьев прав на распространение фотошопа. В сентябре 1988 года братья Ноллэль подписали соглашение о распространении корпорации Adobe программы Photoshop. Доработка и переработка программы заняла почти полтора года. Работой руководил Рассел Браун. Наконец, была создана новая версия Photoshop 1.0. Официальный выход новой версии состоялся в феврале 1990 года. Эта версия программы была предназначена для работы на компьютерах Apple Macintosh. Программа распространялась как графический редактор для всех. Так был создан Photoshop знаменитый графический редактор.